Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галант и я, как всегда, неизменно рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня у меня формат, который я знаю точно вам понравится. Хочу, могу. А именно, в этом видео я вам покажу 20 культовых, трендовых, актуальных и иногда базовых вещей из премиум-сегмента, то есть из люксового, ценового сегмента и покажу, где искать аналоги у масс-маркета. Так что, если вы не любите оставлять среднестатистическую месячную зарплату в модных магазинах, но при этом хотите выглядеть актуально, свежо и трендово, тогда это видео точно для вас. Оставайтесь со мной. Итак, я вам покажу 20 культовых, трендовых, актуальных вещей сезона и буду показывать отдельно базовые вещи вне времени из премиум-сегмента и покажу конкретно, где их искать у различных доступных брендов. И, как всегда, напоминаю о том, что все ссылки на все вещи, включая и вещи премиум-сегмента в том числе, я оставляю в инфобоксе, так что никаких дополнительных вопросов, все ответы ищите в описании под этим видео. Кстати, большая часть из этого списка это те вещи, которые есть у меня в гардеробе, так что, если вам давно нравился стиль Елены Галант, но вы не согласны с тем, что можно оставить за одну сумку 3000 евро, я покажу вам, где искать похожие вещи, и вы сможете воссоздать мой стиль, не порвав свой кошелек в клочья. И вещь номер один, и можно сказать, что это идеальное понимание современного базового обувного гардероба. Итак, это лоуферы. Я вам хочу показать свои лоуферы, которые я купила в конце прошлого лета, это лоуферы Гуччи, потому что лоуферы Гуччи стали настолько культовой и в то же время идеальной базовой вещью, что все говорят только о них. Трудно найти фэшн-блокера или просто стилиста, который не имел бы хотя бы классические базовые лоуферы Гуччи в своем гардеробе. Я выбрала бархатные с узором, потому что у меня свое видение базового гардероба, я люблю вещи, даже если это базовый гардероб, то вещи с изюминкой. Вы много раз видели эту обувь и у меня в лукбуках, и миллион фотографий в инстаграм уже было опубликовано в этих моих лоуферах. Итак, если мы говорим про конкретно синие лоуферы с узором, то есть практически точно такие же у бренда Манго. Они просто синие без узора, но они безумно похожи на те самые лоуферы Гуччи. Кстати, вот еще один момент хочу проговорить. Это одна из самых удобнейших пар обуви в моем гардеробе. Что бы кто ни говорил, это обувь на века, во-первых, а во-вторых, они удобные как перчатки. Так что, если вы подумываете купить себе лоуфер Гуччи, но сомневались, не были уверены, то я вам могу посоветовать совершить все-таки эту покупку, вы не пожалеете. Это одна из самых удобных, комфортных и в то же время стильных моделей обуви в моем гардеробе. Ну а если мы говорим про более классическое понимание базового гардероба, то, конечно, речь идет о черных лоуферах. Итак, точно такие же черные вы найдете. У бренда And Other Stories я тоже уже много раз рассказывала про этот бренд. К сожалению, он не работает с Украиной, Россией и Белоруссией, поэтому если там заказывать, то только через посредников. Но посмотрите, насколько идеально они повторяют формы тех самых культовых лоуферов Гуччи. И кроме того, это тоже натуральная кожа. Но можно еще больше сэкономить и купить похожие лоуферы бренда New Look. Посмотрите, насколько они хорошо повторяют дизайн Гуччи. И в то же время это идеальная базовая обувь. Она будет великолепно сочетаться и с джинсами, и с брюками, и в любых стилях. И последняя, третья модель это Asos Design. Точно так же я уверена, что дизайнеры Asos воодушевлялись и смотрели на те самые гуччи лоуферы, когда создавали свою обувь. Пункт номер два, здесь мы вкратце пройдемся, это классические очки CELINE. Модель называется New Audrey. Наверное, вы понимаете, что речь идет о той самой Одри Хэбборн, главной героине фильма «Завтрак у Тиффани». Но я, опять же, выбрала все-таки очки с неяркой, не слишком контрастной темной красной оправой, потому что я люблю добавить капельку цвета. Точно такие же вы найдете, во-первых, на сайте Asos. Это бренд AJ Morgan, они вот практически полностью повторяют тот самый силуэт классических очков CELINE. Кстати, еще тоже хочу вам проговорить, что CELINE практически всегда, что бы они ни делали, это вещи вне трендов, это вещи на века. Эти очки носили фэшн-блогеры и 10 лет назад, и я уверена, что будут носить 10 лет вперед, и я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что абсолютно нейтральная, но в то же время очень гармоничная, красивая форма. И вторую похожую модель я нашла на сайте Mango, тоже показываю вам ее сейчас, для того, чтобы вы убедились, что дизайн один в один. Но, соответственно, цена, как вы понимаете, в 15 раз ниже. Третий пункт – ремень кожаный бренда Isabel Moran. У меня так много вопросов было касательно этого ремня, я его купила на Net-a-Porter. В моем варианте он обкручивается вокруг талии в три раза, сейчас я вам хочу показать упрощенную версию этого ремня. Кстати, он все еще продается на Net-a-Porter, и у бренда Isabel Moran он есть в двух цветах, в черном и в красном. Ищите точно такой же, тоже хороший, качественный кожаный у бренда Mango, причем у них он есть в трех цветах – черный, коричневый и белый. Вот, кстати, белый мне особенно нравится, всем любителям черно-белых образов посвящается. Четвертый пункт, и об этом я могу говорить просто бесконечно – это кожаные куртки, куртки-косухи. Для меня это идеальная вещь для современного, актуального, молодежного, базового гардероба. Моя куртка кожаная бренда Acne Studios была куплена в августе прошлого года. Мне повезло найти ее на скидках, хотя, в принципе, очень редко бывают на нее скидки, потому что это, опять же, как я уже много раз повторяла, культовая вещь, которая полностью соответствует пониманию базовая вещь. Единственное, что она на современный манер имеет слегка объемную посадку или, как минимум, прямую посадку. Все зависит от того, каких габаритов сама девушка, сама модель. Именно куртка Acne Studios продается сейчас, как минимум, на трех различных мультибрендовых магазинах. Кстати, тоже оставлю и на эту куртку в том числе ссылки. Еще маленький момент, почему именно эту вещь я советую, потому что она, посмотрите, насколько гениально сочетается и с обычными джинсами, и белой рубашкой, и голубой рубашкой, для того, чтобы создавать кэжуал образы, но в более дерзком современном варианте. И эта же куртка точно так же будет волшебнейшим образом сочетаться с юбками, со струящимися платьями в стиле Боха. В принципе, мне даже тяжело представить себе, с чем бы эта куртка не сочеталась. Так вот, где мы ищем доступные аналоги? Точно такая же куртка есть бренда Lab Leather. Это тоже натуральная кожа, и мне кажется, что здесь вообще никаких отличий нет. Единственное, что, конечно же, это цена, потому что Acne Studios стоит больше 1000 евро. Эта куртка стоит примерно 200 евро. Как вы понимаете, разница ощутимая. Следующая куртка, если вы хотите сэкономить, это бренд Manga. Тоже абсолютная копия, можно сказать, той самой культовой куртки Acne. Есть еще много вариантов. Все зависит от того, насколько вы готовы потратиться. Допустим, если это вариант из натуральной кожи, естественно, они чуточку дороже. Вы можете найти варианты и с искусственной кожи, например, как эта куртка Pull&Bear. Тогда вы сэкономите, она стоит примерно порядка 50-60 евро. Я оставлю все ссылки в инфобоксе, для того, чтобы не проговаривать их в этом видео, потому что про косухи мы с вами говорили бесконечно долго. Пятый пункт в этом видео, и речь будет идти о самой узнаваемой модели, самой узнаваемой вещи конца 2018 года и начала 2019 года. Это кроссовки Balenciaga Triple S. Мне кажется, что нет уже ни одной модницы на этой планете, которая бы не купила себе эти кроссовки. Я помню тот ажиотаж, который был весной 2018 года, когда нужно было охотиться, по-настоящему охотиться за этими кроссовками. Девочки переплачивали в два, в три раза, покупая эти кроссовки через Bayer, для того, чтобы вообще их купить, потому что их нигде не было, хотя они были заявлены в коллекциях. Сейчас они есть в различнейших интересных, необычных цветовых сочетаниях. Ну и кроме этого, есть и базовые белые кроссовки, и черные кроссовки. Это идеальная вещь для всех любителей трендов, потому что вы можете надеть самый обычный черный костюм, белую футболку, и вот такие одни культовые кроссовки в состоянии сделать любой образ абсолютно трендовым и современным. И если мы с вами говорим про масс-маркет, про те бренды, которые просто взяли и идеально скопировали этот дизайн, то золотая медаль уходит бренду Stradivarius, потому что они воссоздали эти кроссовки гениальнейшим образом. Итак, я сейчас показываю сначала белые кроссовки. Во-первых, это идеальный вариант, потому что вот такие белые кроссовки будут легко сочетаться практически с любым образом в вашем гардеробе. Второй бренд это Public Desire, который продается на Asos. Тоже посмотрите, насколько идеально они повторили тот самый дизайн. Возвращаясь к бренду Stradivarius, я выстроила специально в хронологии от самых похожих до менее похожих. Опять же, у бренда Stradivarius есть еще и черная модель очень похожая, и несколько других цветных вариантов. Вообще, если я вам сейчас покажу модель с этими кроссовками, то издалека вы даже не разберете, где Balenciaga, а где Stradivarius. Цена кроссовок Stradivarius примерно 50 евро, и как вы понимаете, это как минимум в 12 раз дешевле, чем у Balenciaga. Еще хорошие пастельные кроссовки я видела на сайте Asos, которые тоже хорошо повторяют тот самый дизайн. И еще бренд River Island, который тоже выпустил несколько похожих моделей. И вот в этом месте я хочу взять маленькую паузу и проговорить с вами, что я не даю ссылки на фейки. Я против нарушения авторских прав, тем более я автор сама по себе, и мне очень не хотелось бы, чтобы кто-то по моим ссылкам носил какие-то фейки и говорил о том, что я их рекомендую. Нет, мы с вами не нарушаем авторские права, пока мы не используем лейбу, потому что авторское право защищает именно название бренда. Дизайн в создании вещей в модной индустрии не защищается авторским правом. Поэтому, когда Zara или Mango или любой другой бренд используют дизайн Celine, Chloe или любых других высоких брендов, они не нарушают авторские права, а они всего лишь воодушевляются чужим дизайном. И кроме того, я вам всегда говорю о том, что я даю ссылки на качественные вещи, на те вещи, которые, во-первых, не нарушают авторские права, а во-вторых, вы их сможете носить, ну скажем так, достаточно долго. Конечно, всегда цена соответствует качеству, особенно если мы говорим про пальто Maxmar, а мы позже будем и про них говорить в том числе, или, допустим, если мы говорим о кожаных куртках. Если вы видите, что куртка стоит 50 евро, и это искусственная кожа, то, в принципе, можно сказать, что цена полностью соответствует качеству. И вот сейчас мы с вами говорим о пальто. Я хочу вам показать свое пальто бренда Maxmar, вы его уже видели несколько раз, и у меня в инстаграм, и в последнем лукбуке, который а-ля влог, а-ля лукбук. Это хорошее, качественное пальто бренда Maxmar, оно очень теплое, потому что там в составе есть натуральная шерсть Angora. Если мы говорим про идеальное черное базовое пальто в стиле халат, то вещь номер один, и это практически полное попадание, это бренд Manga. Хочу подчеркнуть, что у этого пальто бренда Manga 65% Virgin Wool, то есть это шерсть молодых овец, натуральная шерсть. И, как вы понимаете, здесь абсолютно я могу сказать, что качество соответствует цене, потому что хороший состав ткани, это натуральная ткань. Кроме этого, это хорошее базовое пальто, которое вы будете носить веками, особенно если вы любите черный цвет. Стоит это пальто Manga примерно 100 фунтов. Второе похожее пальто Manga, здесь 42% натуральной шерсти, стоит это пальто 140 фунтов. Честно говоря, я не знаю, почему оно дороже стоит, чем предыдущее, может, я в чем-то не разобралась. Но посмотрите на посадку, это идеальное хорошее черное пальто-халат. И одно, всего лишь одно пальто я нашла на сайте LaModa, которое и по дизайну, и по качеству похоже на то самое пальто бренда Max Mara. Это бренд Zerina, здесь 35% шерсти, и у него абсолютно правильный мягкий струящийся фасон. Кстати, не устою повторять, что вот такие фасоны пальто-халатов будут хорошо смотреться на девушках с пышными формами. И стоит это пальто 75 евро. Абсолютно адекватная хорошая цена, как за качественное шерстяное пальто актуального современного кроя. И давайте еще поговорим о интересных необычных вещах. Сейчас я вам показываю сумку бренда The Row. Многие модницы узнают этот силуэт. Эта сумка стала желанной сумкой многих и многих модниц. За одним минусом стоит она порядка 1000 евро. Учитывая, что это просто ткань и просто слегка стилизованная вещь, то можно сказать, что очень высокая цена. Но ничего страшного, вы можете найти точно такие же на сайте Manga. Как вы понимаете, в 10 раз, нет, даже больше, в 20 раз дешевле. Очень похожий дизайн вот таких сумочек, узелков, которые слегка как будто бы присобраны. Причем у Manga они есть в варианте замши. Продолжая тему сумочек, я вам показываю сейчас сумку бренда Dunsland. Тоже, наверное, многие ее узнают. И точно такую же вы можете найти опять же у бренда Manga. Посмотрите, абсолютно похожий дизайн. Кстати, даже не ссылаясь на то, что это дизайн Dunsland, можно сказать, что вот такой необычный современный дизайн, слегка архитектурный, я бы так сказала, дизайн сумок, это то, что олицетворяет и характеризует современную модную сумку. Идем дальше. Помните бренд Культ Гай? У меня есть точно такая же сумка, я ее купила себе в конце прошлого лета на сайте Net-a-Porter. В целом бренд Культ Гай создал несколько ит-сумок сезона. Сейчас точно такую же вы можете найти на сайте Manga. Она абсолютно точно такая же, акриловая, но, естественно, стоит в 15 раз дешевле. И продолжая тему сумок Культ Гай, этот бренд в этом сезоне создал новую необычную вязаную сумку-сетку. Это не те авоськи, которые мы привыкли видеть, это нечто совершенно новое, совершенно необычное, более авангардное, более стильное. И опять же, бренд Manga решил полностью повторить этот дизайн. У Manga есть они в двух цветах, и если вы думали, какую авоську а-ля авоську купить себе на лето, то обратите внимание именно на эти сумки Manga. Дальше говорим о сумках, но только о более базовых сумках. Есть сумка, о которой говорят все фэшн-блогеры. Мне кажется, что нет ни одного стилиста или блогера, который бы ввел свой канал на YouTube или Instagram-страницу и не показывал бы эту сумку своей коллекции. Как минимум одну, а у некоторых есть и по 4, и по 5 сумок различных цветов. Речь идет о сумке на века, о сумке бренда CELINE, которая всегда была, есть и будет идеальной вещью базового гардероба. Это CELINE Classic Bag, то, что многие называют CELINE Box Bag. Эта сумка, посмотрите на ее дизайн, я думаю, что вы и сами понимаете, он настолько нейтральный, настолько идеальный, что эта сумка вписывается практически в любые образы. У меня есть две сумки этого бренда. Это красная сумка, недавно я купила себе через Bayer в Италии еще и бордовую сумку. Вы ее уже несколько раз видели у меня на Instagram-странице. Очень хотелось вам найти что-то похожее, потому что сумка стоит баснословные деньги. Она стоит порядка 3000 евро, и это для некоторых людей, ну, просто фантастическая цена. Поэтому я для вас подобрала несколько похожих вариантов. И бренд номер один, это бренд Springfield, который я нашла на сайте LaModa. Очень похожий дизайн. Причем у них есть эта сумка в двух вариантов, более красная, более морковная. Но обе сумки явно были созданы под впечатлением той самой CELINE Classic Bag. Еще одну похожую сумку я нашла у бренда Dorothy Perkins. Тоже очень много вам рассказывала про этот недорогой бренд. Они попробовали скопировать вот это вот соотношение и пропорции, и масштаб. И мне кажется, что у них это неплохо получилось. Еще одна сумка, которая есть у меня в гардеробе, о которой мы много с вами разговаривали в последнее время. Это бренд Wandler. У меня есть одна сумка фиолетового этого бренда. Сейчас я подумываю купить себе еще следующую. Очень красивые, минималистичные, авангардные сумки. Их стоимость порядка 700-800 евро. Но Манго решил эту проблему. И найдите вам, пожалуйста, очень похожую сумку в черном цвете. Идем дальше. Про сумки говорим. Я просто не могла умолчать и не рассказать вам про свою сумку Caffeine, которая у меня уже, мне кажется, что полтора года, может быть, даже и два года. Всем любителям структурированных сумочек, ведерок посвящается. Кстати, она сейчас в оригинале Caffeine продается на сайте Luisa Vairoma. Это единственный сайт, где она сейчас продается. Именно точно такая же, как есть у меня. Стоит она примерно 540 евро. Но вы можете сэкономить и купить похожую сумку бренда Mango. Кстати, вот более хорошая, качественная. Есть у них в изумрудном, темно-изумрудном цвете. Если вы не против ни черного цвета, а какого-то более нестандартного варианта базовой сумки, то это может быть вот такая сумка. Стоит она примерно 95 евро, но я ее видела, она мне очень понравилась. И что самое главное, очень важный момент для многих, содержимое сумки можно затянуть. То есть, есть определенный мешочек, который прячет все содержимое сумки. Очень похожая сумка есть еще у бренда Mango. Стоит она 47 евро. Она немного попроще, немного дешевле выглядит. Но если вы не хотите тратить много денег, а просто хотите поиграть в тренды, попробовать, понравится вам такой дизайн или не понравится, то вот эта сумка Mango может быть хорошей идеей. И Stradivarius, как я вам уже говорила, в этом видео вы будете несколько раз слышать этот бренд. У Stradivarius есть всего лишь за 20 евро две очень и очень похожие сумки. В черном цвете и в коричневом цвете. Итак, сначала говорим про аксессуары. И в самом конце еще мы успеем с вами поговорить об очках, солнцезащитных очках. Итак, начнем. Аксессуары. На сайте Mango я нашла 5 сережек, которые были созданы под впечатлением классической бижутерии CELINE. Вообще, если мы с вами говорим о CELINE, о бижутерии CELINE, это вам подтвердит каждая модница, что их бижутерия, их сережки являются культовыми вещами, они вне трендов. И для многих модниц, стилистов или просто блогеров, это является некой, знаете, зоной мечты. CELINE бижутерия, CELINE сережки. Но стоит, как вы понимаете, эта бижутерия, эти сережки, порядка 500-600 евро. Если вы не готовы потратить так много денег на бижутерию, на сережки, тогда Mango вас спасает в этой ситуации. Сейчас показываю 5 пар сережек, которые были созданы под впечатлением CELINE. Еще хочу сказать, что не пренебрегайте аксессуарами. Я уже много раз вам рассказывала о том, что очень правильный способ поставить нужную точку, расставить нужные акценты, это вот такие трендовые современные аксессуары. Следующий пункт это сережки бренда Культ Гай. Это цветные акриловые кольца, которые здорово, особенно будут смотреться в летнем стиле. Эти сережки стоят порядка 100 евро или около того, но Mango, опять же, воссоздали этот дизайн, и у них есть несколько интересных вариантов. Если вы планируете, если вы любите летом носить крупные сережки, особенно какие-то цветные крупные сережки, то это идеальная вещь. Ну и, конечно, ракушки. Мы не могли с вами не поговорить об одном из самых интересных, свежих и актуальных трендов в аксессуарах, а именно о ракушках. У меня было недавно на канале, на прошлой неделе, кажется, видео тренды в аксессуарах, и я вам много рассказывала именно о ракушках. Вкратце пробежимся. Есть такой хороший нишевый люксовый бренд, продается он сейчас на сайте Matches Fashion, называется он Albus Lumen, и есть у него несколько потрясающих ракушек-сережек, точно такие же вы можете найти на сайте Mango. Или культовые ожерелья бренда Tahum, тоже в виде плотных ракушек, золотых ракушек, или натуральных, а-ля натуральных ракушек, и точно такие же ожерелья вы можете найти на Mango. Итак, последний пункт, точнее, три последних пункта, последняя глава в этом видео, это солнцезащитные очки, узкие очки кошачий глаз бренда Les Packs. Мне кажется, что наравне с кроссовками Balenciaga SSS, именно эти очки стали самым узнаваемым элементом сезона осень-зима 2018 и 2019. Мы с вами продолжаем носить эти трендовые очки в этом сезоне. Les Packs Lolita, название этих очков, Они стоят примерно от 70 до 100 евро, в зависимости от того, на каком сайте вы будете их покупать. Но это не беда, потому что есть такое огромнейшее количество этих очков в ценовом сегменте от 5 евро и до 10 евро, причем с фильтрами от ультрафиолета, то есть хорошие качественные варианты, что я даже не буду все проговаривать, просто оставлю все эти ссылки в инфобоксе. Еще одни очки, которые я хочу проговорить, они есть у меня в гардеробе, я тоже неоднократно получала вопросы касательно этих очков. Это бренд Chloe. Очки называются Octagon, просто из-за того, что это восьмиугольник. И это, я бы не сказала, что это трендовые очки, это просто необычные, интересные очки, которые могут добавить немного изюминки в ваш образ. Оригинальные очки стоят примерно 300 евро, Ну а если вы не готовы тратить так много, есть очень хорошие, очень похожие очки бренда Vans. Наверное, вы слышали про этот бренд солнцезащитных очков, посмотрите, мне кажется, что они абсолютно повторяют дизайн тех самых культовых очков Chloe. И у Mango есть две модели очков, которые точно также очень похожи на те самые культовые Chloe. И последний пункт, это очки бренда Stella McCartney с прямой линией сверху. Я вам уже рассказывала об этих очках в своем видео, тренды аксессуаров, где я много рассказывала об очках. И вот эти же самые очки вы можете найти и на сайте Mango. Вообще не буду много про очки рассказывать, потому что у нас было отдельное видео, и там в инфобоксе есть точно так же, как я проговорила в этом видео, отдельно ссылки на премиум сегмент и отдельно ссылки на доступные варианты. Я еще раз подчеркиваю, я не хотела делать видео про фейки, мне хотелось дать вам советы, где можно искать хорошие качественные вещи, с хорошим составом, с хорошим дизайном, но по абсолютно доступным ценам. Так что если это видео было для вас полезным, обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет интересно с вами пообщаться. Если вы находили где-то похожие находки, то опять же делитесь и оставляйте эту информацию в комментариях. А я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения и солнечного дня! Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галант, и сегодня у нас с вами новая рубрика. Я беру икону стиля или просто известную личность в индустрии моды, разбираю ее стиль по деталям и показываю вам инструкцию, как воссоздать этот стиль в своих ежедневных образах. И в этом видео я решила начать с одной из своих любимейших икон стиля, а именно решила взять Викторию Бекхэм. Так что если вы хотите принести нотку минималистичного люкса, минималистичного шика в свой ежедневный стиль, то это видео будет вам полезным.